2013 год. Физиков Пермского госуниверситета приглашают к участию в реализации Федеральной космической программы России. Учёные подписывают соглашение с Ракетно-космической корпорацией «Энергия» и Центральным научно-исследовательским институтом машиностроения. Пермским физикам предстоит произвести три умных прибора для Международной космической станции, транспортного корабля «Прогресс» и строящегося космического аппарата «АКТ». Это будет новая модификация уже ранее производимых пермскими учёными приборами. И сегодня речь идёт о том, чтобы Пермский университет, наши учёные получили заказ на производство уже новой серии этих приборов. Это оборудование из Перми планируют установить в орбитальной лаборатории, космическом аппарате «АКТ», первый полёт которого должен состояться в конце 2018 года. На нём, в условиях невесомости и без участия человека, будут проводиться научные исследования в самых разных сферах. Пермские физики предлагают провести там ряд экспериментов в области физики жидкостей, магнитных нано-жидкостей и газов. Разработки будут крайне полезны. Эти приборы, датчики конвекции, служат для мониторинга процесса смешивания веществ при производстве кристаллов сырья для микрочипов и микросхем. Подобные микрочипы, микросхемы будут использоваться как в авиаотрасли, космической отрасли, так и в бытовой электронике. Здесь, на земной орбите, пермские учёные предлагают создать своеобразную космическую фабрику. Особые, далёкие от земных помех условия позволят изготавливать кристаллы высочайшего качества. И столько, сколько нужно. Производить кристаллы на Земле трудно и дорого. Много брака. Качественными получаются всего около 10%. Если же этот процесс перенести на орбиту, процент годных кристаллов вырастет до 90%. Россия сможет производить микрочипы самостоятельно, не закупая их за рубежом. Юлия Алеева, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.